Мы как-то два занятия назад или три, Игнатий Техник задал вопрос о том, что почему сотник, почему евреи походотайствовали Христу за сотника, говорит, сказали у него там дочку вылечи, потому что он нам синагогу построил. Вот он вопрос задал, почему они за него ходотайствовали. Потом мы в личной беседе, как бы и он сказал, что это Божье избранничество. Я хотел этот вопрос немножко в своем понимании, немножко глубже рассмотреть. Вот если поверхностно рассматривать Божье избранничество, так кому-нибудь скажи, Игнатий Техник говорит всегда, вот меня Бог избрал, я точно знаю. Ну а так другой скажет, о, конечно, тебе везет, тебе Бог избрал. Ну, как, конечно, что ты. Семью зубову знал, уверовал, тебе хорошо. То есть, чтобы этот лучший вопрос рассмотреть, что не просто Бог избрал, а я считаю, что Бог избрал это уже как следствие. В первую очередь, значит, что является причиной, это лично человек, лично его, значит, расположенность к Богу. Как это понимать? Бог великий архитектор, то есть он до рождения Земли, там, за миллиарды лет или как-то, он уже знал жизнь абсолютно каждого человека, от начала до конца. Вот, допустим, вот рождение, вот она смерть человека. И как понять Божье избранничество? Мы знаем, что Бог это абсолютная справедливость, вот. Чтобы не было никому обидно, что там тебя избрал, а меня не избрал. Вот поэтому я там пошел курить и пить. Нет, конечно. Значит, все зависит лично человеке. Бог знает, человек родился, существует миллион, ну это, наверное, занишенная цифра, или там, миллиард, возможных путей развития его жизни до его смерти. Вот здесь вот миллион или миллиард. Бог знает, что человек может так прожить, сяк прожить. Вот, и воля человека священная. Это единственное, чего Бог не может, он не лезет в волю человека. Потому что у него свободная воля, он богоподобие, в этом заключается богоподобие человека. Бог может только там подсказывать, как-то немножко подправлять человека, ну там, какими-то, может быть, болезнями, событиями в его жизни. Вот, и если Бог уже знает конкретно человека, смотрит, что из этих миллионов путей до самой смерти, даже если Бог ему будет помогать, подсказывать, где-то что-то давать, он никак не обратится к Богу. Сам человек никак к Богу не обратится, так и умрет. Соответственно, здесь, на этом пути для этого человека никакого избранничества не будет. Вот, а если Бог знает, что, допустим, вот этот там разбойник, допустим, да, он там всю жизнь там убивал, грешил там как-то, значит, но Бог, он же за каждого не то чтобы борется, он старается спасти каждую душу, вот, Божий план таков. И, допустим, в конце жизни он знает, что вот там будут его распинать, допустим, за Христом, вот, то он покаяться. Соответственно, он уже где-то был избран, вот, уже где-то был избран. Либо Павел, он знал, что это мощнейший сотрудник его будет, но он просто, Павел, шел не в том направлении. Маленькая подножка, там, допустим, в три часа дня, там, во вторник, все, он ослеп, упал, пошел в нужном направлении и принес огромные плоды для Бога. Вот, Бог еще видит человека, мало того, что его связи с другими людьми, сколько этот человек может принести пользу для других людей в плане спасения, ну, для других людей. Вот, и поэтому все вот это, если связать, то в первую очередь, как я думаю, все-таки зависит от человека. Вот, а потом уже, естественно, Бог, он все видит, он знает, естественно, он его выбирает. Вот, а если человек, вот, на эту тему, хороший фильм, ну, безбожный фильм, называется «Эффект бабочки», вот, то есть, там, не знаю, тысячу, миллиону возможных развитий событий в твоей жизни. Вот, ну, вот, как бы, я так, более глубже хотел, что, хотел пояснить, что, мне кажется, все-таки, что изначально человек не должен быть. Ты говорил больше об избрании. Вот, 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 Бог избирает, Бог избирает, но не просто, не каждого. Бог знает человека. Предузнание. Вот, предузнание. Бог его предузнал. Собственно, я посмотрел вот эти все места, то есть, они, как бы, они об этом и говорят. Бог предузнал. Как предузнал? Вот, я это просто более, как бы, разжеванно вижу. Это именно в таком виде. Как предузнал? А вот, человек еще не родился, а Бог уже видит все его пути возможные до самой смерти. У апостола Павла ответ дается на многие вопросы. А один вопрос он не мог ответить, Павел. Он просто закричал на человека, говорит, перестань. Видишь, какие вопросы задает? А где это написано? Найдите. Кремлему. Он говорит, Яхова, я возлюбила и самого возненавидел. Утро, ведь двое, они еще не родились. А Бог одного уже возлюбил, другого возненавидел. Ну, что ты сделал? Ну, если так разбираться, и Бог говорит, а ты кто такой, что судишь Бога? Павел сразу сказал. То есть, здесь ты ничего не можешь сказать. Предопределение Божие. Но когда, допустим, что вы себя спрашиваете? Жизнь закончена. Вот, а как ты узнаешь, Ильбард, два момента. Как ты Бога искал и как Бог тебя искал? Блудный сын, как жил? У свиней оказался. Его нанял какой-то там обладатель свиней, и он у него там у корытов пропадает. И не давали лишь то, что свиньи едят. Но пришел в себя, и отец побежал к нему навстречу, и он к нему. Вот это как в жизни нашей бывает. Ну, если человек один, я у дедушки один, я у бабушки один пою. То еще с чем сравним. Но когда не один, вот у нас, ну я не знаю, у нас 10-тера было, и у нас 10-тера. Вот, в первую очередь, я и как искал Бога. Мать на работу уйдет, но я грамоту, и в 5 лет я уже читал. В 6 пошел в школу. Я достаю псалты, там беременные корки, и читаю, и Малиду заучил. А старший брат ничего этого не хотел, он только нарисовал человечки, пальцы и по лестнице на небо лезут. Ничего больше так и не осталось. Поляца там вот такие широкие. А почему считал, не могу ответить? Пятилетний ребенок, мне хотелось молиться. Это связь с Богом. А как тебя Бог искал? А через людей, где-то и как-то. Вот обычно говорят, я там-то обратился. Меня никто не обращал. Мне дали Евангелие, Новый Завет. Сами вышли на мою комнату и обедать сели. Когда они зашли, я не могу дождаться, когда молиться. Меня никто не убежал. Я начал считать, так, Рождество Иисуса Христа было так. Я стоял, раз книжечку записывать. Прежде, где же считались, они оказались, что она имеет вообще в виду Духа Святого. Я прочитал, вижу, даже нет, но мы записывать некогда, надо считать скорее. То есть эти слова, мне не надо было доказать, что Божественное. Я о них тосковал, я их не мог выразить. И когда они зазвучали, для меня это были не буковки. Это как глаз с неба начал давить меня. Ты это искал, вот теперь ты нашел. Никогда не зашли в комнату, я молиться хочу. Все, я покаялся здесь. Это новая жизнь. Я хочу сказать, что действительно, здесь вот как раз вы говорите о предузданности и предопределении Божьем. И поэтому, раз Бог уже видел, вот как Он говорил, да, действительно, что уже жизнь его, Бог, Он предвидел ее. И тогда человек видит, что человек это будет, как говорится, всю свою волю, свое чувство, все отдавать к этому. То есть действительно, воля человека, она как бы от него зависит, вот. Но Бог видит эту предузданность и предопределяет его, и поэтому предизбирает. Но Он действительно, если человек заблуждался, вот как здесь, например, я, например, апостол Павел, он приемностями был, гнал, да. А Бог его все-таки повернул, а с тобой собираться, и стал, наоборот, таким пропоредником. Вот Бог через колено никого не ломал, это воля человека на священном. Он вообще интересный человек. Он вообще живет, да, Бог. Но Бог знает, где, допустим, дьявол-то не знает, а Бог знает, где, допустим, человеку поставить подножку. Бах, упал, ногу сломал, допустим, пришла какая-то нянька верующая, сказала тебе там что-то за Библию, ты уверовал, то есть знает, как тебя направили к Богу. Да, благообстоятельства такие ставят, что человеку приходится и Богу. Смотрите, ни один человек не скажет, что я не слышал. Как мне здесь? Ну, кто-то говорил святую. Ни один человек не скажет, что он не смог уверовать в тому, что... Почему? Поточнее, не понял. Ну, у каждого в жизни, наверное, есть такой момент, где Бог стучался под каждому человеку, что человек не сможет сказать, что я вот не знал, а я там не смог бы... Рады, люди, святые, как? Это его путь человеческий, все. Сестра, ты родилась в семье, когда тебя еще не было, она стояла у отца, в матери Библии лежала. У нас не было ее. Я в армии. Все там в армии, там, кроме матерков, кажется, ничего и нету. Я иду и покупаю книги в городе, в библиотеке записанной. Читал страшно много. Я понимал, это человечество. И вот, когда отступник Хосипова подошел, тогда Александр Александрович, профессор семинарии Академии, новости этой, Ленинградской был, и он написал там, одному Миролюбову. Там, опровержение, и места писания. Я не знаю, что ходит цифр. Я стал считать, вот, выдержки, которые из Библии, я понял, это не человеческое. Я вот почему определяю. То есть, я сразу уже слышал голос Божий. Библию как никогда не было. Я ее беру, а на той стороне он снова говорит, а потом опять Библия. И они попадают друг на друга. Мне надо воюзникляр покупать. Я покупаю, с этой стороны отрезал и стою. И одну с другой склеиваю. У меня целая тетрадка получилась. Что за слова, что за сыгры? Никто не может объяснить. У меня что-то МФ. МФ, я знаю, это морфлот. Морфлот, значит, что номер, дивизии. Счастье, но слова, которые там написаны, они не человеческие. Я их не знаю, я их не искал. Кого искать, когда я не знаю? Но они сразу сказали, ты слышал когда-то, где-то. И теперь голос тебя достиг. И когда Евангелие Новый Завет меня оставили, вышли они Еремеевы обедать, я стал читать. Я понял это то. Душа моя в так, в сердце, в сердце, в я не заговорила, нашел, нашел. Мой Господь нашел меня. Это все от Него. Людям надо доказывать Библию, от Бога, не от Бога, правильный перевод. Мне ничего не надо было. Я слышал небо. Небо заговорило со мною. Уже вот только в этот день я на корабль, это, ну, Лос-Понский выходит, встречаю. Мы в парту стояли, где-то не в плотеде в это время, но венского света. Я только через парень в порт шагнул, и первым матросом стал, говорю, живем неправильно. Христос судно за нас. Сразу до капитана дело дошло. А я учусь в учебе, в учебе, в учебе, в учебе, в учебе, в учебе, в учебе. Все, я понял, ничего мне этого не надо. А я занимаюсь языком, и в это время немецкий, английский, французский, испанский учу. Не надо ничего этого. Книги будут связаны и брошены в ход. Я нашел, я сажусь и переписываю, мне дали новый завет, переписываю. Это тяде, это маме, это брату. И письма пошли. Не письма, а чемоданы, письма. Я писал, и писал свободно от вахты время. Но самое большее, я написал себе, кое-что сохранилось. Вот тогда отец Ахим придет, он как... У него по-другому было, он медленно, как у меня не так, прям, мгновенно, как вспышка. Он так, я не знал, теперь все. Сразу открылось. И ничего неизменного. Вот считаю, там, кишнаистом в это время занимался, буддизмом, ислам, все читал. Я понимал, это человеческое. Ленин и Гитлер, это человеческое, умное, хорошее, человеческое. А потом, читая, Господь говорит, кто хочет творить волю мою, тот узнает от отца, я говорю, или сам от себя. Волю. Я хочу исполнять, как Ленин. Я буду грабить, убивать, как он, грабь, награблено. Как Гитлер, националист. Я подхожу, рулься, волосы, все, я нацист. Я вижу, что очень умное. Жертва собой человеческая. Ты думаешь о том, что человеческое? Здесь каждое слово на батом застучало. Это Бог заговорил с тобой. Я не могу, я плохо понимаю, что в этот мир исчезли меня. Мне разговаривать только о Боге. Я ни о чем не хочу. Где-то работы, сразу уволился. И, помню, Соловьеву там жили, недалеко от работы, а я на перфораторе, молоток отбойный работали, долбили. Я в обед приведу. А они молодые только отбойные, митиши были. Они по мне ползают, я не вижу. А ты обернул, брат? Не знаю. У меня Гиблия. Я ее впитываю в каждой клеточке тела. Мой Бог нашел у меня. Как горе мне, что я столько лет искал его, и совсем не там искал. Как вспомнил, пошел записываться воевать во лжи в регион французский. Уму не постижу. Зачем, а лучше ангелий буду знать французский язык. И еще тут я не придумаю. Что, не взяли? Не взяли. Что, где-то на хуме души были. А мне это не надо было. Понимаешь, какое дело? Я считаю, избрание проверяется именно этим. Это тяга к молитве, и вот их Слово Божие. И поэтому те, которые сегодня там говорят что-то на Библию, ну, я просто вижу, люди не знают, не знают, что говорят. Любое Слово Божие. Баптисты приехали, они говорят о Боге. Сними шатку. Стой спокойно, пока хочет. Будет говорить свое, тогда встань. Когда он говорит, синодальный перевод имею в виду, да умол ты всякая тварь. Слушайте небеса, и внимай, земля, запитая, ибо Господь говорит. Это во мне было, как стрела вошла с этой запиской в меня. И уже ничего не надо. Что в этом мире? Я жить больше не хочу. Без Христа я жить не хочу, без Иоанна, а пуста. Ли с тобой общение ищу, в нем всей жизни красота. Вот это избрание. А далее, это, конечно, страх Божий на первом месте. Господь ведет. Когда было покушение какое-то, 9-е или 10-е на литр. И опять взорвало их, остался живой. Погибли офицеры. Погиб, взорвалось-то. В момент, когда только взорвался, он отошел на другую, огромная ножка стола, дубового. Он склонился над картой, и из-за этой вот экономии ранило. И в этот же день, в этот день, главное помещение, где подземелье было, лошадка, давайте набирайте. Возрисло, а там пусть все погибли. И вот проведение спасло меня, проведение. Он не говорил, что там Христос, проведение. Промыслом Божьим я жив, Германия будет победителем. Я испытал все на практике и понял, для чего кроме Христа знать не хочу. Для меня жизнь, Христос и смерть, приобретение. Приобретение смерти не конец. Вот именно в избрании, как вот, избрание понятно, но как проверить себя, два момента. Мое отношение к Богу и Божье Слово ко мне. Все. Ну да, приобретение, приобретение, а это уже не проявление. Это уже в воле Божьей. Понимаете, и это, притом, в смирении, перед Богом. Все. Вот бывает, приезжает там баптист, да правило, что сказал Златоуст, язык не имеет. Ну ты маленько сравни, какая твоя жизнь и какая его. Чем они занимались? Ничего кроме Бога они не хотели знать. И правильно. Это вот Алексей затронул этот вопрос. Избрание. Избрание, это вещь непостижимая, тайная. Некоторые говорят, неужели Бог все знает? Я говорю, давай, завтра ты утром получишь письмо, запечатанное, и ты его себе спрячь. Весь день твой завтрешек будет там написано, что все-все, до одного шага. Да не может быть. Я говорю, это я пример такой говорю. Когда он встал и пришел домой, знаете, конечно, за мной следили, узнали, я в своем 4.40, ходу на улицу, молюсь, резу в интернет, завтра будет по-другому. Все, по-другому. Не пожалею, стекло выставлю, стекло вылезу туда, на улицу, вниз головой на дно, и пойду не в калитку, а через ограду. И через ограду, где идти надо в церковь. Я через кладбище пойду по ванежнику, и вот здесь специально в ходу завезу, и вот пересеку, и здесь зайду. Пусть он догадает, написано. А письмо при мне, в салфане, запечатанное. Ну весь день вот так вот делал. И я никогда дырю, а тут дня дыр, несли бы, что меня понесло. Полдня в туалете сидел. Все. Ну все, собрались люди, давай распечатывай. И так в этот день этот человек решил идти другим путем. Выстил ошибку в стекле, вернул туда. Зачем же я это сделал? Надо было по-другому. Но я-то не знал, что там написано. Там написали мне заранее, так вот это предузнание Божие. Я там что читаю, вплоть до туалета там все. Да зачем же я это все сделал? Это было обыкновенным днем. Жить, как всегда, я скажу, двери, 4-40. Вот это образно сказать, что значит. Не уйти и не выворачивай. Будет так, как там сказано. Но тебе дана свобода. Свобода не брошенного камня. Я не могу изменить этот полет. Зачем бы было сказано, придите ко мне, если бы не в моей власти это было. Мне дана власть идти. Вот сегодня мы едем, Володя, и мы смотрим, как нам до всего дела есть. Дружковская яма засыпана. Тут мы успели сделать, дорогу сделали. Сегодня поехали на Рыжковске, а приезжали где-то охотники, они были. 1 сентября открытия охоты. Нигде сведоки идут. Наши все целые, целые. Давай съездим на первый гостик, съездим на второй. Приехали туда, шлюз, где батюшка наш, он прозрительный, это я вам говорю. Он сказал, у вас тут на 20 сантиметров всего выше только, где вода потечет и борт где-то. Камнем. А если там прольвет? Я говорю, Володя, давай камень с селедкой уберем. А вода там пробоет больше половины. Давай, мы быстренько камни эти, он весной, а там все застывшее будет. И выходим, ну, камень раскачали, камни вытащили. Сегодня это все сделано. После службы. Вытащили, а камни там, вдвоем поднимаем один камень. Вытащили по краям, значит, на 40 сантиметров выше, да еще в чуть-чуть 70 для воды. Ну, дубой пойдет. Но на случай, если не пойдет, я показал батюшке, где там все на молитве завести, и там дорога соединяется, и там чуть-чуть прорвет где-то. Нам надо это. Надо. Наш путь для всех. И вот прошли мы сегодня, это после богослужения. Только что успели сюда прийти. И нам на душе так радостно. Копаемся, никто нас не видит, а судят нас за это, чтобы камни выворачивали. Едем, рыбачим. Туда и мы приехали в бой, а туда едем, кажется, шестеро. Ну, давай крещать, махать руками. И день такой. А один за другим, события идут на два радости и другого. Понимаешь? Вот это все будет в избрание. И мы доехали до Рыжковского, помолились, вернулись до первого, помолились, дошли на доехлю и помолились. И едем дорогой, боремся на велосипедах. Душа. А кто рыбачил сегодня? Что? Кто рыбачил сегодня? Ну, Алексей. Семенович. Поймал? А вот этого я не знаю, кого поймал, потому что не пройдешь. Мы этот пруд-то не можем... Плотину-то надо освободить. Она вся заросла вот таким бодельем. А лебеда вот такой толщины. И упало дерево, перегородило. Надо выбрать момент, эту плотину, где рыба сейчас-то, освободить от этих зарослей, как жунгли какие. Вышли головы человеческой. Порубить надо-то попробовать, чем-то в этом полы. лебеду. А скольный? Да, это разрушим. Не надо ее дергать. Она тогда водой не разбывает. Мы помахали им шапкой. Кто посладывает? А ты. Мы тебе махали? Помахали, поболелись, поехали дальше. Понимаю, что вы избрали радость. Если человек не избран, у него радости нет. Я хотел спросить, кто вчера приезжал? Куда? К вам. Кто приезжал вчера? С воды. Вот я не только понял. За 20 лет первый раз. Первый раз. Да как пододели? Поезд там не широкий. А я говорю, красавцы. О, тут лотки. Я уже знаю, что это юридически точно выскочено все. Все. У него такой поезд, такая рубах. Я говорю, ой. За Себастьяна вырыдайте. Сильно все понравилось. А что же они встретились? Я видел, что-то кучкует у Сиды, наверное, там. А потом, когда бима пошли, я бы вышел, но никто не звал, думаю, не довольны будут. Я ждал встречи. Семя. Плажились, к вам, и все. Я еду из церкви сейчас, а они от вас трогались. Я думаю, сейчас остановятся. А мы раз в переулок наш, и туда поехали. Ну, поеду. Ну, они в переулоках, просто туда любят ездить, да? А, они всегда там. Всегда там. Нет, меня же они поехали спрятать. Ну, что, все. А кто приезжал? Ну, дедушка раньше говорил, что там послуки и делал. А, я еду из церкви. А, я еду из церкви. Отец наш небесный, сколь велика милость Твоя, Ты позволил дожить нам до этого времени, поглубиться в великие вопросы избрания и вечного спасения с Тобою. Слава Тебе! Если в чем мы погрешили, прости, благосоветуй Татьяну и Елену, всех помогающих нам воздаем добро, и мысли их направим к горле Бога. Пощади это селение, пощади добрые жители и детьми, и сохрани школу. Помоги нам всем наследовать жизнь вечную, дойти до пристани спасения и войти в нее. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok